Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Первый в области, второй в стране. В Бобруське в скором времени появится крематорий. Граница закрыта. Решается вопрос по приобретению печи. Что еще предстоит сделать? Не пропустил. На перекрестке Интернациональной и Октябрьской столкнулись иномарки. В результате ДТП обоим автомобилям причины механические повреждения. Есть ли пострадавшие? Смертельное ЧП. Пожар в Тугулице обернулся трагедией. Поиск мужчины был затруднен высокой температурой, обрушившимися конструкциями и сильным задымлением. В чем причина происшествия? А также подельные купюры, осенние каникулы и мокрый вторник. В предстоящие сутки в Бобруське будет холодно и дождливо. Каких еще ждать сюрпризов? Под Бобруськом в скором времени откроется новое кладбище. Расположилось оно вдоль Могилевского шоссе на завершающем этапе и строительство крематория. Он станет первым в Могилевской области и вторым в стране. Что еще предстоит здесь сделать, узнала наша съемочная группа. Новое восточное кладбище Бобруська, 10 по счету, откроется уже в этом месяце. Участок свыше 8 гектаров вдоль Могилевского шоссе рассчитан на почти 9 тысяч мест. Территория разбита на ряды для могил. Сделаны здесь и дорожки. Еще предстоит положить асфальт и доделать забор. Здесь мы установили здание администрации, контейнерную площадку для сбора отходов, также общественный туалет. И начинаем уже разбивать сектора, чтобы уже в ближайшее время начинать здесь производить захоронения. Предусмотрена на месте и работа ритуального магазина. Территорию оборудуют системой видеонаблюдения. В перспективе также создание колумбария, хранилища урна с прахом. К слову, Бобруйск – второй город в стране после Минска, где появится свой крематорий. На шинные пять строительство началось еще в прошлом году. Сейчас здесь остаются последние штрихи. Планируется, что в январе-феврале 2021-го здесь уже откроется ритуальный магазин и начнется производство памятников. В связи с пандемией границы закрыты, решается вопрос по приобретению печи, которую уже одну мы посмотрели, это Чехия делает, одна американская печь. Но еще есть варианты, которые мы должны изучить, и которые для нас будут подходить и по качеству, и по цене. И после этого тогда уже начнем ее монтировать. В данном здании находятся два ритуальных зала. Один маленький семейный, один большой. Находится большой офис, там, где будут приниматься заказы, где будут находиться продавцы. Также две комнаты находятся здесь для посетителей. И, конечно же, есть комната, где моют, одевают покойника, будем так говорить, холодильная камера. Кремация широко распространена в европейских странах. Там бобройские специалисты и перенимали опыт еще до начала строительства. Ежегодно такое вид захоронения набирает популярность и в нашем государстве. Впрочем, кремацию Русская Православная Церковь допускает еще с 2015-го. Здесь мнения людей и разделились. Как вы относитесь к кремации? Ваше мнение. Ну, плохо, плохое. Почему плохо? Кремировать, ну, не знаю, надо хоронить, наверное, думаю. Почему? Как-то это не по-человечески там все-таки. Как-то против традиции идем. Ну, нормально, в принципе. Если из моих близких кто-то оставит завещание, чтобы его кремировали, почему нет? Последнее слово. Как вы вообще относитесь к кремации? Нет, не очень, отрицательно. Чтобы лучше крематорию подхораниваться, все. Как вы вообще относитесь сами к кремации? Очень положительно. Сегодня в Бобруйске практически переполнены все девять кладбищ. Центр ритуальных услуг уже получил одобрение от Бобруйского госполкома, чтобы возвести специальную стену, где будут находиться ниши с урнами. В перспективе и замена старых заборов вокруг Минского кладбища. На их месте и будут стоять те самые ниши. К слову, в городе уже есть один семейный колумбарий. Мария Бересневич, Максим Галенка, Бобруйск, 360. В Беларуси выздоровели выписаны 87 400 пациентов с COVID-19. Зафиксировано 100 400 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 2 537 798 исследований. Такие данные приводит Минздрав. Рамку для бесконтактной дезобработки посредством распыления дезинфицирующих средств установили в 6-й городской клинической больнице Минска. Пока только на одном участке. В последующем планируется, что рамки будут использоваться в красных зонах помимо шлюзов, которые есть в каждом отделении. Мы получили достаточно простую, но вместе с тем уникальную вещь, которая позволит контролировать А. Обработку каждого сотрудника или посетителя клиники. Б. Убедиться в том, что он в последующем перед заоснащением тепловизором не болен. В. Опять-таки понять то, что практически этот участок проблемный, допустим, для нашего вот этого года, он находится под надежным контролем и не зависит от субъективного человеческого факта. То есть реально каждый, кто сюда зайдет, а это место, скажем так, и видите, достаточно активно используется, будет подвергнут обработке. Подобные системы, как сообщается, можно устанавливать в любых местах, где есть скопление людей. Три ЧП, один погибший за минувшую неделю сотрудники МЧС, несколько раз выезжали в Бобруйский район. Горящие авто в Больших Бортниках, пожары в Туголице и Величково. Максим Кембель с места трагедии. Очевидец Алла Мартынова, как сейчас, помнит тут пожар. Треск шифера, дым столбом, все соседи на улице. К моменту приезда спасателей огонь полностью охватил дом внутри, по словам местных жителей, находился хозяин. Сотрудники МЧС тут же бросились в пекло. Поиск мужчины был затруднен высокой температурой, обрушившимися конструкциями и сильным задымлением. Спасти хозяина, к сожалению, не удалось. Тело огнеборца обнаружили на кровати в веранде. Для соседей новость о гибели товарища стала настоящим шоком. Он спокойный, никогда ни на кого ни слова не крикнет. Вообще такой он хозяйственный, по дому все делал. Ну, случай так. Так парень хорош. Не пожарел огонь и само строение. Крыши, деревянные стены не выдержали высокой температуры и рухнули, уцелел лишь кирпич. Дом теперь как с фронтовой открытки. Менее чем через сутки на номер 112 поступил еще один сигнал. На этот раз ЧП случилось в деревне Величково. Хозяева легли спать, как ни в чем не бывало. В 4 часа утра женщина проснулась от едкого запаха дыма. Благо, обошлось без жертв. Пострадало только имущество. Сейчас специалисты устанавливают причину обоих пожаров. Максим Кембель, Максим Галенка, Бобруйск, 360. Новые тарифы, скоростной режим и ветроэнергетика. В Могилевской области построят самую высокую ветроустановку в стране. Сколько она метров. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. С ноября изменились тарифы на телефонные звонки между Белоруссией и Россией. Теперь минута связи стоит полтора цента. Сейчас идет пробный для мобильных операторов период. Он продлится два месяца, после чего тарифы станут постоянными. Также правительства двух стран ведут переговоры о полной отмене роуминга. Но сторонам предстоит решить вопрос о компенсации сдержек мобильным компаниям. На участке трассы Минск-Гродно снижен скоростной режим. Теперь с 91 по 211 километра максимально допустимая скорость движения составляет 100 километров в час. Ограничение продлится до 1 марта. Сообщается, что такое решение связано с ухудшением погодных условий. У белорусских школьников начались осенние каникулы. На отдых отправились миллион пятьдесят пять тысяч детей. Для тех, кто не любит сидеть дома, подготовили развлечения. Творческие мастерские, кинолектории, интеллектуальные битвы, спортивные эстафеты и акции по благоустройству пройдут практически в каждой школе. Каникулы продлятся до 8 ноября. В Могилевской области построят самую высокую ветроустановку в стране. Она появится в Мстиславском районе. Ее высота – 142 метра. Современная конструкция, изготовленная по датскому проекту, позволит использовать энергию ветра максимально эффективно. До этого самым высоким ветряком в Беларуси был построен и в Новобрудском районе. Его высота – 117 метров. За первое полугодие в Беларуси выявили 308 поддельных купюр. Это на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего подделывают доллары и российские рубли. Что касается белорусских денег, с начала года выявлено всего 9 поддельных банкнот с номиналом 50, 20 и 5 рублей. Стали очевидцем происшествия. Въезд на решение на болевшие проблемы. Есть эксклюзив. Корреспонденты Бавруськ-360 готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. В субботу на Интернациональной столкнулись два автомобиля. ДТП случилось днем в четвертом часу. Ауди двигалась по Октябрьской со стороны Пролетарской. В это время на регулируемом перекрестке «Хонда», которая ехала от парка, поворачивала налево, на Интернациональную. Тут и произошло столкновение. В результате ДТП обоим автомобилям причинены механические повреждения. Пассажиру автомобиля Ауди причинены телесные повреждения. Но в госпитализации он не нуждался. По факту ДТП проводится проверка. Вечером в пятницу сотрудники ГАИ выехали еще на одну аварию. На Гагаре на Фольксваген сбил пешехода. Мужчина пересекал проезжую часть по Зебре. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями. По факту ДТП проводится проверка. Понедельник в Абруске выдался сухим и прохладным. Столбик термометра поднялся лишь до 8 тепла. Однако первая дека до ноября в Беларуси будет комфортнее обычного, обещают синоптики. Надолго ли тренд? Максим Кембель. До 16 градусов тепла ожидается в Беларуси 3 ноября. Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Ветер южно 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 градусов выше нуля. А днем будет до плюс 13. Последний осенний месяц вступил в свои права. Наши предки говорили, ноябрь – ворота зимы. 3 числа по народному календарю Иларионов день. Подул юго-восточный ветер, потеплеет. А вот если небо заплачет, то следом за дождем придут холода. Тайфун Гуни обрушился на Филиппины. Семь человек погибли. Скорость ветра достигала 217 километров в час. Стихия пришлась на самую густонаселенную часть страны, направляясь в столичный регион. Около 13 миллионов человек подвергаются риску из-за сильных дождей, ветров, наводнений и штормовых нагонов. Спасатели в турецком городе Измире продолжают поиски выживших после сильнейшего землетрясения магнитудой 7 баллов в Эгейском море. Сейчас подтверждена гибель 58 человек. 896 получили ранения, около 40 находятся под завалами. В больницах 214 пострадавших. Вторник в Бавруйске будет пасмурным. Возможно, кратковременные дожди, утром прогнозируется туман. Ночью ожидается до плюс 5, днем до 9 градусов тепла. Ветер южный 7,9 метров в секунду. Максим Кембель, Андрей Боган, Бавруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!